Вступление Белоруссии в шанхайскую организацию сотрудничества открывает совершенно уникальные возможности по продвижению нашей промпродукции. И этим ресурсом нужно воспользоваться, уверен Александр Лукашенко. Развитие белорусской промышленности сегодня обсуждали на совещании у президента. Сильная экономика – это независимое государство. Поэтому даже позитивные результаты, стабильный рост объемов производства и экспорт на миллиарды долларов – не повод почивать на лаврах. Главная цель – диверсификация экспорта. Поэтому надо активно работать и на якорных рынках, и стран дальней дуги, и соседних европейских. Тем более, что отечественным производителям под силу выпускать качественный и конкурентоспособный товар. И на него есть спрос. Мы 30-40% ежегодно реализовываем того, что производим. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Мы не говорим, что это дальняя дуга. Это традиционные наши партнеры, ну так сказать, это наши якорь. Мы заякорились. И если кто-то думает, что вот мы уйдем из России, Китая, завтра нас примут с распростертыми руками. Чепуха полная. Да, мы небольшая экономика, экспортная, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, это наш традиционный рынок. Экономика – никуда не денешься. Мы потеряли украинский рынок, премиальный рынок для нас по многим товарам. Слава Богу, сумели заместить этот рынок. Успешно развиваются наши отношения с дружественными нам странами. Не теряем мы контакты с Европейским союзом. Это наши соседи, Европейский союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить у нас, а нам надо продать у них там на рынке. Это интерес, обоюдовыгодный интерес. Как бы политики не пытались вознести барьеры экономике, бизнесу, если надо, они найдут эти пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки. Поэтому вот традиционно мы не теряем свое. Это большие объемы экспорта. Но мы договорились о том, что яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя. Чем больше корзин, тем лучше. В Беларуси есть контакты с Африкой. В первую очередь, благодаря коммуникации Александра Лукашенко с лидерами, важно трансформировать это в экономику. На континенте у нас несколько точек опоры. Зимбабве и Мозамбик, экваториальная Гвинея и Нигерия. Традиционно налажены отношения с Египтом и Алжиром. Нас хорошо знают и в других регионах, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Надо развиваться, развиваться в том плане, что нам надо, ну может не пробиваться, а более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна, свыше 200 миллионов человек, влиятельна в политическом отношении. И им надо то, что мы хотим продать. Им нужна всем этим странам, в том числе и России, механизация в различных отраслях. Надо, чтобы параллельно с поставками шло обучение и создавались сервисные центры. Это беда, что мы продаем продукцию куда-то, не создавая сервисные центры. Но завтра трактор вышел из строя. Куда им обратиться? И обучение. Мы это отработали на примере Венесуэлы. Вы хотите? Мы будем там сборочное производство, создавать локализацию, развивать. Но людей надо научить. Это уникальная возможность прийти в дальние регионы всерьез и надолго. Александр Лукашенко расставил акценты и для внутреннего рынка. Его важно грамотно защищать и насыщать качественными белорусскими продуктами. Затронул президент и тему просроченной дебиторской задолженности. Должна быть жесткая дисциплина расчетов. Все актуализированные на совещании задачи для промышленности предстоит воплотить в жизнь новому руководителю ведомства. Наши резервы это диверсификация продуктовой линейки. Это создание новых востребованных видов товаров. Мы эту работу активно проводим и в ближайшее время, если брать период до 30-го года, мы планируем создать более 2000 новых видов товаров. В науку в ближайшие годы планируем инвестировать сумму более полутора миллиардов рублей. Таким образом мы получим совершенно новые товары, которые будут востребованы в первую очередь на экспортных рынках сбыта. Вторым резервом у нас конечно же является развитие мощностей наших предприятий. Александр Ефимов чуть меньше месяца в должности, но активно включился в работу на совещании, выступил с докладом. В копилку пруд безопасности более трех миллионов тонн зерна уже в закромах, сообщает Минсельхозпрод. В основном это озимый ячмень, уборка которого завершена. Тройка лидеров по намолоту Брестская, Минская и Гродненской области. На полях еще остается яровой ячмень, озимая рожь, пшеница, тритикали. Убирается лен, идет заготовка кормов. Уборочная на контроле главы государства. Задачи поставлены на недавнем селекторе, в том числе по срокам кампании, на которые влияют пусть и кратковременные, но местами проливные дожди. Важнейшая структура госуправления, которая обеспечивает полномасштабную реализацию полномочий президента и контроль за выполнением его решений. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов администрации президента с 30-летием со дня ее образования. Годы становления независимой и сильной Беларуси стали для президентской администрации временем формирования самых высоких компетенций и заслуженного авторитета. Закалили и воспитали в ее стенах сотни грамотных и успешных руководителей. Сейчас перед коллективом стоят все те же ключевые задачи. Координация законотворческой и идеологической работы, сопровождение различных государственных программ, экспертиза и доработка национальных проектов социальной, экономической, внутренней и внешней политики, формирование кадрового резерва главы государства, обеспечение слаженной работы органов госуправления и всей вертикали власти, отметил Александр Лукашенко. При этой масштабной многозадачности не забывают о главном, о простых людях. Около 30 тысяч наших граждан ежегодно обращаются в администрацию президента и находят там помощь в решении своих жизненных проблем. Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем высокопрофессиональный и дружный коллектив администрации президента будет держать руку на пульсе времени и общества и сделает все для благополучия и стабильности любимой Беларуси. Уже пятую в этом году сотрудники наркоконтроля ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Куратор преступной схемы 35-летний иностранец арендовал дом в Гомеле, где и организовал нарколабораторию. Фигурант под следствием и дает признательные показания. Изъято оборудование, прекурсоры и психотропное вещество весом 300 грамм. Для распространения запрещенных веществ фигурант привлек двоих граждан Республики Беларусь. Один из которых был курьером, второй распространял психотропы путем закладок на территории Беларуси. Все участники преступной группы задержаны. Возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. За это предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Только в этом году наркоконтроль обнаружил и ликвидировал четыре подпольные лаборатории. Две на территории нашей страны и две в России совместно с коллегами. Там тоже были замешаны белорусы. Следствие выясняет обстоятельства аварии. Под Держинском грузовой микроавтобус протаранил трактор. Экстренное сообщение спасателям поступило рано утром. ДТП возле агрогородка Петковича. В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался заблокирован. Его ноги были зажаты. С помощью специнструмента спасатели достали мужчину и передали медикам. Тракторист не пострадал. Виновного в столкновении установит следствие. Спасатели сегодня были замечены у столичного дома офицеров. На масштабном объекте провели учения по ликвидации пожара. Отработали слаженность действий, чтобы в случае нештатной ситуации отреагировать мгновенно. В маневрах задействовали 80 человек и 20 единиц техники. В помощь отряд быстрого реагирования Красного Креста. По легенде, во время представления загорелась сцена. Огонь на большой площади, есть пострадавший счет на секунды. Необходимо эвакуировать людей. Медики оказывают экстренную помощь. Подобные учения регулярные. Полученные навыки помогут в работе. Зачастую на кону человеческая жизнь.